итак добрый вечер дорогие друзья начинаем очередной вебинар сегодня он посвящен дисплазии соединительной ткани мы предлагаем презентацию новой программы посвящен как раз которая касается здоровья соединительной ткани и так дисплазии соединительной ткани сейчас эта проблема становится все более популярной на многих конгрессах и детских и взрослых звучат презентации посвященные на проблемы дисплазии что это такое но может быть многие из вас знакомы с этой проблемой слышали эти слова но может быть до конца не представить насколько это все важно и не так просто как может показаться и так что такое дисплазии соединительной ткани можем ли на нее повлиять потому что к сожалению медицина разводит руками и практически мало чем может нам помочь и так а что такой дисплазия и так начинаем разговор собھی кино ткасти враче ли должны знать что такое соединительной ткани но врачи слышали что есть такое понятие сdfми дкан у есть нервная ткань есть мышечная ткань а вот есть такое понятие как сыграли что такое исходя из многики это то что соединяет органы и ткани еще они называют строма потому что основные клеточные материалы называются по-другому а вот строма это то, что склеивает, соединяет различные виды клеток в органы ткани и так далее каково значение этой соединительной ткани? как ни странно, она составляет более половины массы нашего тела то есть 50% массы тела и к числу соединительной ткани относятся такие немаловажные органы и ткани как кровь, лимфа включая сосуды и клетки кости, хрящи связки, сухожилия без которых не может работать мышечная система и наконец межклеточные вещества, которые доминируют и по массе, и по объему которые, собственно говоря, заполняют пространство между клетками в различных органах и ткани это все теория итак, основная функция соединительной ткани это поддержка и замещение разрушенной ткани потому что все, что подлежит регенерации всегда замещается на соединительной ткани отсюда очень часто возникает проблема фиброза то есть, когда гибнут клетки печени на их месте появляется соединительная ткань коллагенового волокна это называется циррозом в конце концов, цирроз приведет к тому, что органы перестают работать поскольку соединительная ткань она в данном случае включает в себя не активно работающие клетки а межклеточное вещество которое в данном случае пользы нам не принесет посредительная ткань состоит из двух составляющих доминируют углеводы углеводные составляющие так называемые гликозы аминогликаны в составе из них в тканях 90-95% от белков там, в общем-то, вроде бы как и немного 5-10% но белки здесь зачастую играют очень важную роль и сейчас мы в этом убедимся итак, какие белки с венитной ткани мы знаем все наслышали, что есть такой белок коллаген есть белок эластин эластин от слова эластический то есть, это волокна, которые обладают способностью сокращаться и менять свою конфигурацию а вот коллаген это волокна, которые достаточно жесткие неэластичные фибрины эластин присутствует в сосудах вот почему сосуды могут расширяться сжиматься и, естественно, эластичность сосудов играет важную роль для их здоровья есть еще белок фибронектин ламинин, теносин и другие ненормальные белки но в основном мы знаем 2 группы белков коллаген и эластин итак, вот коллагеновые белки коллагеновые белки, хотя и белки с венитной ткани но их 30% белков всего организма то есть, практически треть белков это коллагеновые белки это 6% массы тела ну, коллагенов очень много мы знаем, что есть белок коллаген на самом деле это группа, большая группа белков их 19 разновидностей при этом коллаген первого, второго и третьего типа доминируют 95%, это практически 3 вида коллагена это всегда внеклеточные белки находятся за пределами клеток всегда это фибрилявный белок то есть, вытянутые фибрилы которые состоят из микрофибрил тропоколлагена при нагревании, если мы нагреваем коллагеновые белки то они превращаются в такую желеобразную массу которая всем нам известна под названием желатин желатин когда мы готовим из трудно перевариваемых белка трудно перевариваемый мышечный белок всегда содержит большое количество коллагена и превращаем его в желатин то желатин гораздо легче переваривается вот почему иногда рекомендуют когда не хватает коллагеновых белков употреблять продукты, содержащие желатин очень важная особенность коллагеновых белков это своеобразие аминокислотного состава потому что все белки состоят в замене кислот но в составе коллагеновых белков очень много глицина, пролина и гидроксилизина ну пролина это четверть глицина, третья часть всех аминокислот это глицин поэтому если мы хотим воспроизвести коллаген если нам не хватает нашего собственного коллагена мы должны усилить образование коллагена в организме а при дисплазии возникает проблема именно с образованием коллагеновых белков то зачастую мы можем добавлять питание вот эти вот незаменимые в данном случае аминокислоты глицин, пролин, лизин и так далее особенность коллагена заключается в том что это достаточно консервативный белок он очень медленно у нас обновляется очень долго сохраняется в неизменном виде период полуобновления коллагеновых белков в организме составляет примерно 10 лет с одной стороны это хорошо то есть нам не нужно каждый день заботиться о возобновлении жизнедеятельности образования новых коллагеновых белков но с другой стороны в ряде случаев когда нам требуется обновление белков когда мы боремся как раз с фиброзами неплохо было бы эти белки поскорее выводить из организма на их месте будут появляться более полезные важные для организма структуры с возрастом образование и деградация коллагена процесс образования коллагена сопровождается деградацией его то есть у нас все в организме обновляется правда с разной скоростью в том числе для коллагена белки так вот с возрастом образование и деградация коллагена снижается то есть в организме человека в организме животных с возрастом увеличивается снижение коллагена белков Ну, хозяйки знают, что старое мясо всегда очень плохо переваривается, пережевывается из-за чего? А очень много коллагенов и белков, которые устойчивы к гидролизу, к перевариванию желудочной тракции. Еще одна важная особенность, которая должна знать женщины, что в период климакса женщина теряет 30% коллагена. И снижается скорость регенерации, что создает проблемы для целого ряда органов и тканей, которые содержат большое количество коллагенов и белков, а это соединительная ткань. Поэтому у пожилого человека и у женщин в календрическом периоде обостряются проблемы, связанные как раз с неустойчивостью, с дисплазией, с внутренней тканью. Синтезируется коллаген клетками, в основном это фиброблак, и, кстати сказать, стимулирует образование календрического астероидного гормона, а с возрастом содержание астероидного гормона у женщины снижается, и витамин С. Но если на стороне гормона не повлиять, можем с большим трудом, а вот витамин С, это зависит от наших знаний, от нашего питания. Не хватает витамина С, у нас есть замечательные продукты, которые содержатся в витамин С в составе и витамин в минеральных комплексах. И есть еще один продукт, витамин С, который идет в количестве 1 грамм. Кстати сказать, нарушение образования коллагенов белков, то есть нарушение образования промежуточных микрофибрил тропоколлагена, всегда сопровождается снижением роста. Вот такие люди, у которых есть дефект образования коллагена, образования тропоколлагена, всегда имеют малый рост, искривленный позвоночник, вывихи суставов, тонкая растяжимая кожа. Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, у людей небольшого роста, это не значит, что не хватает гормона роста. Как правило, причина гораздо более банальная, то есть нарушение образования коллагенов. Гидроксидирование коллагена – это обязательное условие созревания коллагенов. А здесь важную роль играет, опять-таки, витамин С. Вот почему витамин С является очень важным фактором для здоровья средних тканей. А при нарушении гидроксидирования, то есть преобразовании аминокислот, лизина и пролина, снижается прочность коллагена, возникает хрупкость, ломкость сосудов. Вот одна из причин ЦНГ. ЦНГ связан, опять-таки, все мы знаем, с дефицитом аскорбиновой кислоты, но состояние, которое характерно для ЦНГ, может возникать при определенных генетических мутациях, которые мало зависят от витамина С, которые связаны с нарушением гидроксидирования некоторых аминокислот в составе коллагенового белка. Отсюда возникает проблема кровоточивости, хрупкости и неустойчивости сосудов. Но, опять-таки, если мы дополнительно вводим витамин С, мы с этой проблемой успешно боремся. Это уже не ЦНГ, это уже дисплазия и среди тканей. Ну, как коллагены синтезируются, так они должны разрушаться. Так вот, разрушаются коллагены с помощью коллагеназа, но разрушают коллагены у белки еще активную форму кислорода. Вот это тоже надо хорошо помнить, потому что когда у нас возникает окислительный стресс, окислительные стрессы возникают и при высокой физической активности, при дефиците антиоксидантов, вот в этом случае у нас начинает разрушаться коллагеновые белки. А в условиях, когда у нас они от рождения неустойчивы, то есть мы несем некоторые генетические полемки, связанные с активацией, вот как раз развитие проблемы дисплазии, то назначение антиоксидантов в этом случае будет полноместным шагом для здоровья синтезной ткани. Ну и, наконец, когда коллаген распадается с очень медленной скоростью, такие заболевания тоже встречаются, возникает проблему фиброза. Ну, наиболее известный фиброз – это фиброз печени, цирроз печени. На втором месте стоит фиброз, который захватывает лимбочную ткань, то есть возникает лимбочная недостатусность. Вторым, наиболее важным белком в средней ткани является эластин. Эластин определяет прочность и эластичность именно коленосных сосудов. Его очень много в стенке коленосных сосудов, поэтому если эластина много, то сосуды прочные, эластичные. И когда эластины не хватает, возникает проблема, которая, ну, женщины хорошо знают, это вальтнозное расширение вен. То есть вены становятся дряблыми, вялыми, начинают расширяться, начинают терять упругость, эластичность. Но, опять-таки, биосинтез эластина связан с дефицитом меди. Поэтому, когда нам не хватает меди, как раз, как раз, одна является одной из ключевых причин нарушения образования эластина, а, соответственно, нарушение структуры и функции креносных сосудов, прежде всего, это вен. Итак, коллаген. Ну, мы слышали про белок коллаген. На самом деле коллагенов очень много, их 19 разновидностей. Доминируют первые три вида коллагена. Вот здесь они представлены на таблице. Я не буду их комментировать. Обратите внимание, что разные виды коллагенов, они характерны для разных видов ткани. Какие-то коллагены концентрируются в коже, какие-то коллагены концентрируются, допустим, в костной ткани, в базальной мембране, даже в роговице. Очень много коллагенов и в составе, допустим, желудка, стенки желудка, пищевода, толстой кишки. Поэтому нарушение коллагенов, а коллагены, между прочим, кодируются 50 различными генами, чем больше у нас генов, тем чаще возникают, соответственно, поломки. Поэтому проблема здоровья коллагенов и генов зависит от генетических особенностей нашего организма. Поэтому чем больше различных генов, чем чаще возникают нарушения образования коллагенов. Но опять-таки, на здоровье коллагенов мы можем активно повлиять, если нам не хватает собственных коллагенов. Если нарушено образование коллагенов, мы можем и должны стимулировать образование коллагенов, наши знания, используя те стимулетры, о которых мы сейчас расскажем. Итак, что нужно для образования коллагенов белков? Обратите внимание на таблицу, когда говорят о коллагене, его отличие от обычных белков, допустим, от белков обычных белков, то, как правило, делают акцент на 3 аминокислоты. Глицин, пралин и лизин. На самом деле, я не поднялся, посчитал, сопоставил, и оказывается, что глицин, например, составляет 25% всех аминокислот коллагеновых белков. На втором месте стоит пралин, 15%, а на третьем месте стоит глютанат, глютаниновая кислота, которая присутствует в составе пищевых продуктов, сейчас ее используют как пищевую добавку, которую неоправданно ругают, потому что считают, что она опасна, что она вредна. Но на самом деле, глютанат и продукты, содержащие глютанат, это подспорье для биосинтеза коллагеновых белков. На четвертом месте стоит аминокислота аламин, про которую многие диетологи забыли, а лизин стоит где-то на пятом, на шестом, на седьмом месте, по значимости. Хотя это неземлемая аминокислота, и организм вынужден его изымать из важных метаболических путей для того, чтобы образовывать коллагеновые белки. Итак, какие основные факторы необходимы для биосинтеза коллагена, если у нас имеются генетически врожденные нарушения в образовании коллагена? Ну, начнем с витаминов. Главную роль здесь играет витамин С, потому что витамин С участвует в образовании коллагеновых белков и образовании гидролизированных лизина и пролина. Кстати, и далее в преобразовании коллагена участвует нить. Поэтому нить важна не только для образования эластина, но и для образования коллагена. Витамин D уменьшает распад коллагена. То есть, когда у нас в организме под действием некоторых генетических мутаций возникает неустойчивость коллагеновых белков, разных видов коллагена, нам помогает витамин D. При этом, вот я хочу вас порадовать, скоро у нас появится препарат витамин D. Наконец-то американцы сделали для нас этот продукт. Скоро начнется сертификация. Так думаю, что в далеком будущем у нас появится наш собственный витамин D. Так вот, тот витамин D, который у нас появится, у нас витамин D вы можете найти в составе многих продуктов. И суперкомплексы, и ТВТ, и ОСТО-ПЛУС, и другие продукты содержат большое количество витамин D. Но в данном случае витамин D нужно значительно больше. Здесь он как раз нам поможет препарат витамина D, который скоро будет на нашем распоряжении. Витамин D уменьшает распад коллагена за счет того, что он снижает активность металлопротеиназ, который разрушает коллагеновые белки. Важную роль играет витамин группа B, витамин B2. Он участвует в синтезе и созревании коллагена. И витамин B6 образуются шивки молекулы коллагена, которые повышают его прочность. А витамины B2, B6, его много в составе суперкомплекса, но и в ряде других наших продуктов. Биоэлементы, которым участвует образование коллагена. Таких биоэлементов несколько, но они играют очень важную роль. Это магний. Ключевой биоэлемент, дефицит которого ощущается повсеместно. Я бы хотел акцентировать внимание на употребление продуктов, содержащих магний или наших биодобавок, например, магний хилата. Который многие недооценивают, считая, что, в принципе, из питания не извлекает достаточное количество магний. На самом деле, для здоровья среди тканей, магний, пожалуй, является второй после витамина С пищевым фактором. Который играет во многих процессах, в том числе и в образовании коллагена на белков. Важную роль образования коллагена на белков играет кремний, который тоже можно найти в составе наших продуктов. Бор, который в составе биодобавок отсутствует, но по причине того, что, в общем-то, считается, что его можно извлекать из продуктов питания. Более того, в окружающей среде достаточно много бора. Значит, медь играет важную роль в биосинтезе и оластина, и коллагена. Какие аминокислоты нужны? Ну, прежде всего, это глюцин, пролин, глютамат, аламин, резин. Но и другие аминокислоты участвуют в биосинтезе коллагена. Например, аминокислоты, как и тряний, цистин, гистидин и натянон. Все они помогают образовывать коллагеновые белки. Где их найти? Ну, они присутствуют в мясе, продукты в живопло-происхождении, прежде всего, потому что именно там их много. Кроме того, у нас есть нотребер, у нас есть пектолит, который богат как раз этими видами белков. Ну, и хотелось бы, чтобы в будущем были препараты, которые содержат вот эти белки, как факторы, помогающие образованию коллагена. Гликоза и гликана. Гликоза и гликаны, мы говорили, что 90-95% соединительной ткани, матриксы соединительной ткани, это гликоза и гликаны. Они тоже очень разные. Это гиуроновая кислота, она входит как смазка в состав суставов. Хондроэтинсульфат. Хондроэтин у нас есть в нашей продукции. Это хрящ, это кожа, это связки. Обратите внимание, это не только суставы, но и связки. Связочный аппарат, который помогает работе мышц. Поэтому, когда дефицит хондроэтина в организме, мышцы у вас будут работать. Но, благодаря тому, что слабые связки, работа мышечной ткани будет в значительной степени осложнена. Особенно это касается людей, которые много физически трудятся, и спортсменов. Дерматансульфаты. Это кожа, это клапаны сердца. Кератансульфаты. Это роговица глаз, их хрящевая ткань. При этом, они обновляются достаточно медленно. То есть, 122 периода полуобновления. Гепарин. Гепарин антиаккургулянт. Он регулирует свертываемость крови. Гепарансульфаты. Это рецепторы клеточных мембран. То есть, разные виды гликоза и мегликанов играют чрезвычайно важную роль в самых разных процессах работы нашего организма. Как помочь образованию гликоза и мегликанов? Во-первых, они у нас образуются в организме. Они вроде бы как не являются резиновыми факторами питания. Но они образуются из гликозы. Гликозы у нас в питании достаточно. А вот для того, чтобы образовались гликозы и мегликаны, как правило, они кислые. Гликозы и мегликаны, раз он кислый, в стеллоботе они должны содержать кислые эквиваленты. Это прежде всего серо, серо содержащие ингредиенты. Поэтому, когда нам не хватает серы, а источником серы у нас является метилсус, с вами, метан, МСМ, то в этом случае при наличии гликозы, при наличии, в общем-то, хорошего потенциала образования гликоза и мегликанов возникает проблема с образованием. Плюс, опять-таки, источником аминогруппы для гликоза и мегликанов является что? Глитамин или глитаминовая кислота, глитаматы. Вторым путем получения гликоза и мегликанов это регенерация. У нас идет постоянное обновление как раз гликоза и мегликанов, часть их распадается, но продукты распада снова включаются в огонь, за счет этого идет возобновление образования гликоза и мегликанов. Опять-таки, здесь необходимо сера. И, наконец, питательная поддержка, потому что, когда нам не хватает гликоза и мегликанов, это прежде всего критерием дефицита является проблема здоровых суставов. Мы рекомендуем, что хондропротектори, гликозамин, хондроитин и МСМ. Это триада, которая должна работать одновременно, одномоментно, потому что это единая система, и если мы эту систему разрушаем, то регенерация хряща резко снижается. Кроме гликоза и мегликанов есть еще и протоугликаны, которые тоже являются одним из составляющих соединительных тканей, и это углеводы, которые включают белки. Поэтому, например, те же самые коллагеновые белки содержат еще и углеводные составляющие, то есть они являются протоугликаном, по большому счету. Итак, переходим к дисплазии. Что такое дисплазия, снижается ткани? Сейчас это достаточно популярная тема в медицине, но до конца, к сожалению, не решение. А вот мы пытаемся эту проблему разрулить и разрешить. Итак, дисплазия снижается ткани, или ДСТ, вот такая абибратора встречается, это нарушение развития, буквально переводим. Дисплазия, в данном случае нарушение развития снижается ткани. За рубежом ее называют несколько иначе. ММСТ, то есть наследственные нарушения соединительной ткани, то есть подчеркивая роль наследственного нарушения. По большому счету дисплазия это очень разнородная группа нарушений соединительной ткани, которые в свою очередь могут приводить к очень разным хроническим болезням. Настолько разным, что зачастую не занимаются диетологи, потому что проблема касается прежде всего нутрициологии, то есть дефицитных состояний, а занимаются врачи самых разных специальностей. Мы сейчас об этом все увидите. Клинические проявления дисплазии крайне разнообразны, хочу подчеркнуть. Настолько разнообразны, что большинство случаев длительное время считали, что вообще это никакая не болезнь, это всего лишь какие-то небольшие отклонения от нормы, которые вроде бы как жить нам не мешают. Подумаешь грудцу сустава, гипермобильный сустав, есть какие-то слабые нарушения со стороны зрения, отклонения в поведении человека, другие нарушения, но одновременно встречаются очень тяжелые заболевания, которые действительно известны достаточно давно, которые пытаются лечить, правда не совсем успешно. Распространенность дисплазии опять-таки в медицине, а дисплазия, которая имеет клинические проявления, четкие клинические проявления или верифицируется как заболевание, в общем-то 7-8% в популяции, в году это немного, но если покопаться, поскрести, то гораздо больше людей живут с дисплазией без серьезных клинических проявлений, или у них есть болезнь, которая называется не другим названием, а фактически это является как раз дисплазией стойной ткани. Более сложная ситуация у детей, потому что у ребенка до 5 лет, ребенок развивается до 5 лет, очень многие органы системы ребенка находятся в развитии. слабо развивается иммунная система, ребенок часто болеет, плохо развита пищеварительная система, недостаточно активно развивается головной мозг, то есть ребенок растет и развивается до 5-7 летнего возраста. Поэтому дисплазия, наследственное заболевание, хочу подчеркнуть, и практически дети рождаются с признаками дисплазии, но до 5 лет мы эту дисплазию у них четко разглядеть не можем, хотя если присмотреться, всегда даже родители, будучи врачами, могут распознать наличие признаков дисплазии у маленького ребенка. Какие признаки дисплазии ребенка? Нежное, легко растяжение кожи, типичный признак дисплазии, слабые связки. Поэтому диагноз дисплазии становится только после 5 лет, хотя я считаю, что надо наблюдать за поведением ребенка, за его здоровьем и начинать потихонечку корректировать эту ситуацию. Как корректировать? Мы об этом сейчас расскажем. Еще раз хочу подчеркнуть, что в ситуациях дисплазия имеет наследственную предрасположенность. Вот вам генетика дисплазии. То есть в основе патогенеза дисплазии лежат мутации генов системы соединительной ткани. Хочу подчеркнуть системы соединительной ткани. То есть огромное количество разнообразных генов, которые регулируют структуру белки, глюкоза, мегликан, образование коллагеновых белков, глюкоза, мегликанов, их распад с той или иной скоростью. То есть огромное количество генов, большое количество различного рода нарушений. Вот в частности несколько примеров. Нарушение фибрелин, один из белков соединительной ткани, имеет определенный ген. Фибрелин становится основной эластических волокон. Как раз его много в составе сердца, хряща, роговицы, хрусталика. Имитация одного этого гена приводит к тому, что возникает нарушение структуры эластины, синдром морфана, поражение сердца и сосудов. О синдроме морфана, я скажу чуть более поздно. Очень интересное заболевание, и вы наверняка таких людей знаете, лично. Хомеритин, сульфат протогликан это шесть генов определяет образование хомеритин сульфата. А мутация гена приводит к дисплазии скелета. Хотя это не косная составляющая скелета, а всего лишь протогликаны. Наконец, билок ламинин. Билок ламинин это тоже группа генов. Мутация этих генов приводит к миодистрофии, слабость мышечной системы. Причем слабость мышц никто не знает в чем причина, но если проводить генетическое тестирование можно откнуться на дефект образования белка. А если мы знаем что есть такой дефект, то можем стимулировать образование белка, предотвратить миодистрофию. Проблема коллагена. Коллаген первого типа, коллаген второго типа. Целый ряд генов. Говорим 50 различных генов связанных с коллагеном. Мутация первой группы генов коллагена первого типа приводит к тому, что возникает несовершенный устогенез. Отсюда повышенная ломкость костей, отсюда кариес, нарушение зубов, которые лечат безуспешно стоматологи. А надо что делать? Надо усиливать образование коллагена белков. Для таких людей характерна треугольная форма лица. Что значит треугольная форма лица? Широкий лоб узкий подбородок. Обратите внимание на физиономию некоторых товарищей. Вот вы можете по треугольной форме лица предположить, что есть проблема с коллагеном первого типа. Наконец, гипермабильность суставов. Голубые склеры. Посмотрите, загляните в глаза собеседнику. Разреглите голубые склеры. Это признак дисплазии. Коллаген второго типа. Опять-таки, один ген к счастью на мутацию этого гена приводит к укорочению синтеза цепей коллагена. А что ведет к деформации конечностей, к туго подвижности суставов, начиная с юного возраста. У детей возникает кифоскалиоз, то есть искривление позвоночника, ну и близорукость, миопия высокой степени. Опять-таки, миопию кто у нас лечит? Офтальмологи. А лечить должны диетологи. Коллаген сильного типа. Это одна мутация, один ген. Но мутация одного гена нарушает образование эфибриот коллагена и отрагивает кожу. Возникает образование на коже пузырей бун. Их в этом месте образуются разивные изменения. Возникает бульозный эпидермий, эпидемолис, которым занимаются дерматологи. Дерматологи могут бесконечно лечить эпидермий, но опять-таки обратите внимание на нарушение синтеза всего лишь коллагена 7 типа. то есть мы должны стимулировать образование коллагена. Ну и еще одна мутация это в системе HLA маркеров есть такая система генов лейкоцитов. Вот эта мутация одного из этих генов 35 B V 35 часто связана с параллесом нейтрального клапана. И хроническим кстати сказать в этом случае ситуация обостряется при хроническом дефиците магния. Поэтому оккупировать вот это генетическое нарушение нужно назначением достаточного количества магния. Ну и характерной особенностью вот этого этой мутации является периодический тип А. Что это такое? Это неравновешенный агрессивный тип поведения человека. Ну обращая на поведение окружающих людей мы видим что не всегда поведение хорошее часто бывают срывы часто бывает агрессия часто бывают неврозы обращайте внимание то есть проблема это не в голове а проблема как раз при наличии дефицитных состояний дефицит магний в данном случае то есть опять-таки молекулярно-генетическая диагностика которая сейчас очень популярна может много нам рассказать но опять-таки если мы не имеем мутации в тех холиогенов не факт что у вас будут развиваться заболевания всего лишь вероятность развития событий то есть молекулярно-генетическая диагностика нужна она крайне актуальна но это всего лишь вероятность развития событий а конкретные события надо смотреть по конечным результатам работы нашего организма причины механизма дисплазии итак универсальные патологические повреждения средней ткани не существуют не хочу подчеркнуть то есть у каждого человека у каждого больного имеется свой мукарный комплекс нарушений поэтому врачи считали что дисплазия вообще не является болезнью поскольку не было как бы то что любят врачи единого признака единого механизма развития событий то есть все больные разные все пациенты разные все жалуются на разные нарушения во первых есть нарушения коллагеновых волокон эластичных волокон фибробластов есть некоторые мутации мутации генов которые кодируют не только сами белки и гликозами и глиня и синяками но и ферменты которые участвуют в их образовании и в их деградации обратите внимание более чем у половины людей несущих гены дисплазии и клинические признаки дисплазии имеется дефицит магния еще раз мы делаем оценку магния магния я считаю что на виду с витамином на виду с омега-3 холорофилом лецитином магния неплохо было бы употреблять каждому особенно женщине потому что для женщин более выраженный характерный дефицит магния питания и так дисплазия часто сопровождается нарушение фронов костной ткани суставов здесь ориентироваться легко если человек часто ломается особенно пожилой человек щите остеопороз остеопороз это одна из разновидностей дисплазий ткани если у человека начинает болеть суставы возникают проблемы с суставами начиная от розов и кончая ремиатурным артритом это не только артритная патология но и прежде всего дисплазитическое состояние то здесь мы можем эффективно помогать потому что это дефицитное состояние с дефицитами боремся как с помощью нутритивных факторов и так еще одним важным составляющим дисплазии является всегда дефицит энергии то есть недостаток а не только белков жиров углеводов которые являются топливом для выработки энергии с этим проблемы нет а вот дефицит энерготропных веществ к которым относятся л-кармитин липоновая кислота витамина группа В кензим Ку-10 сахаром С вот здесь возникает проблема к счастью у нас все эти ингредиенты компания НСП выпускает кензим Ку-10 у нас есть л-кармитин липовая кислота необходимо вводить на рынок потому что очень важная составляющая как раз энерготропной поддержки работы нашего организма еще один новый энерготропное вещество цитохрон С открыт сравнительно недавно надеюсь что в скором времени появится продукция компании НСП у детей кстати сказать очень часто ускоренный рост обращайте это внимание когда ребенок растет как надражание родители как правило не нарадуются ведь ребенок растет это признак здоровья но на самом деле ускоренный рост это одна из разновидностей диспозитной соединительной ткани в этом случае необходимо притормаживать рост а гармонический рост у нас достигается регулярным применением у детей омегатрижевый кислот это не только мембаранопротектор не только фактор который улучшает зрение работы центральной нейронной системы но еще фактор который гармонизирует рост ребенка то есть низкий рост ребенка безусловно это плохо это патология это зачастую дефицитное состояние но и чрезвычайно высокий рост ребенка это тоже должно настораживать потому что высокий рост один одна из разновидностей дисплазии это синдром морфана итак наиболее распространенные проявления дисплазистой ткани я процитирую наших врачей диагноз дисплазистой ткани как ни один другой виден нагноз действительно мы сейчас убедимся насколько легко и просто увидеть наличие этого заболевания не будучи врачом врачи называют это феномен медицинского жаргона или фенотип медисплазии то что проявляется глядя на человека наиболее распространенные фены это длинные конечности руки и ноги длинноногие люди длинноногие девочки женщины молодые женщины это всегда красиво это струнная фигура астенический тип телосложения куда щалость девушка стройная не толстеет хотя может себе позволить все что угодно зачастую но это признак дисплазии имейте это ввиду то есть радоваться здесь не всегда стоит ну наконец деформация позвоночника сколиоза особенно у детей да педиатр обращает на это внимание сколиоза это кстати критерий дисплазии слабость связок слабость суставов неспользованочных дисков отсюда возникает сколиоз высокий рост куда щало телосложение астенический синдром гипермогибильность суставы гнутся ребенок взрослый может сесть на шпагат замечательно все опять-таки можно выступать на эстраде можно выступать в церкви но это должно настораживаться потому что это признаки гипермогибильности слабости связочного аппарата с суставом отсюда они гнутся склонность к вывихам на фоне гипермогибильности возникает не обязательно это может быть такая вот видимая гипермогибильность но если человек постоянно вывихивает особенно гоненостопные суставы это признаки дисплазию надо укреплять соединительную ткань нарушение прикуса проблемы с зубами мы здесь обращаемся за помощью станок молотологом тоже проблема дисплазии тонкая эластичная кожа эластичная но эластичная она легко равнимая а с возрастом возникает равновесчина а у молодых людей мы не радуемся у них какая приятная бархатистая тонкая эластичная кожа нарушение венозного тока галикозное расширение вен опять-таки 99% проблема дисплазии а низкая мышечная масса мышечная слабость слабость связок дисплазия грыжа генеотикул опущение угла паралапса нейтрального клапана паралапса клапанов в желудочешечном тракте кардиального клапана грыжа пищеварное отверстие диафрагное другие нарушения сердца сосуд это все критические классические признаки наиболее спросновенные признаки дисплазии и встречаются они что в общем затрудняет диагностику самых разных сочетаний у кого-то на первом месте могут быть грыжи или дивертику или опущение или пролапс у кого-то варикоз у кого-то возникает деформация позвоночника сколивоза у кого-то проблема кожи проблема суставов то есть у всех разные варианты развития дисплазии но бороться надо однотипно потому что везде есть проблема коллагенов белков гликозами гликанов диагностики диагностика дисплазии лабораторная диагностика существует но она не очень популярна кто из вас например поинтересовался содержание гидрокси пролина пролина это окисленная форма аминокислоты пролина например в моче или в слюме это маркет деградация коллагена неустойчивости коллагенов соотношение свободного гидрокси пролина к связанной гидрокси пролина это тоже индекс увеличивается при дисплазии например можно определить гликозами гликанов в моче или в крови по крайней мере легко определять в моче опять-таки методы существуют мало кто к ним обращается клинические синдромы дисплазии это те заболевания которые врачи знают уже давно синдром морфана мутации всего лишь гена гена фибролина который затрагивает эластические волокна встречается 1 на 5000 жителей достаточно высокая частота между прочим отличается высокий рост худоба длинные конечности остыня сколиоз типичные примеры олигарх прокоров высокорослый худощавый человек который как раз типичный синдром морфана вы посмотрите вокруг себя вы найдете таких людей часто бывают отслойка сетчатки в молодом возрасте уже в зрелом возрасте подвивихи хрусталика проблемы созрения голубые склеры расширение негризма аорты пролапс нейтрального клапана который встречается и с рождения а может возникнуть и в зрелом возрасте ни с того ни с сего хотя этого следует ожидать разновидность синдром морфана масс синдром масс это в переводе с английского нейтральный клапан аорта скелет кожа то есть проблема пролапса нейтрального клапана расширение аорты здесь уже пролапс возникает с рождения и аномалии кожи скелета синдром эллиосадомино По разболтанным суставам, частые вывихи, подвывихи сустава, гипермобильность. Вот эти люди отличаются, в отличие от синдрома Ахвана, наоборот, очень маленьким ростом. Растяжение, ранимость кожи, образование рубцов при повреждении кожи. Характерные для синдрома Элеста-Донно. Синдром отдельно выделяет синдром гипермобильности суставов. Это мутация генов, которые укодируют коллаген. Ластин, фибрилл, пластин. Что идет в слабости связок? Слабость связки, то есть человек может согнуться в три погибели. Мы их видим на эстраде, мы их видим в балете, в цирке. Ну, разновидность дисплазии. Несовершенный уста генез. Синдром хрустального человека. Дети, вот сейчас, атаки говорят иногда по телевизору, ломаются очень часто. Небольшой удар, перелом руки, ноги. Снижение, нарушение образования опять-таки коллагена. Хотя мы должны здесь говорить об остеопорозии. На самом деле, здесь не только снижение неравной генеза, а дефицит коллагенов в организме. Повышенная ломкость кости, нарушение формирования зубов, невысокий рост. Тоже характерен для людей с неравным остеогенезом. Синдром глялой кожи. Еще одно клиническое заболевание. Растяжение, истончение кожи, нарушение эластических волокон. Итак, как часто, кстати, встречается дисплазия. Вот, проанализировали детей, наши педиатры, проанализировали детей, это 12-18 лет. И что оказалось? Дети с гастроэнтерологией формы дисплазии, у которых были желудочно-кишечные проявления, различного рода нарушений. Обратите внимание, желудочно-кишечные нарушения. То есть, они обследовались гастроэнтерологами. Что же у них нашли? Астронический тип конституции, кудоба, почти 80%. Плоскостопие, 73%. Неопия и близорукость, 68%. Гипермобильность суставов, больше 50%. Растяжение кожи, по множеству родинки, еще один признак дисплазии, 45%. Пролапса нейтрального клапана, почти 50%. И так далее, и тому подобное. Плюс, бибидососудистая дистония и лаготонического типа, и симпатотонического типа. Практически у каждого третьего или четвертого ребенка. Вот вам и частота встречаемости дисплазии. При этом у некоторых детей встречались и 3, и 4, и 5 признаков одновременно. Что, в общем-то, уже приводило к тому, что это дети в достаточной степени больные. Итак, внешние признаки дисплазии. Давайте теперь посмотрим вокруг себя и на себя в зеркало. Ну, кожные, костные, уши, глаза, зубы, лицевые аномалии суставов. Начнем с костей. Келевидная половинка грудной клетки встречается часто в нем у всех. Сколиоз, кифосколиоз, искривление позвоночника, которое касается детей. Увеличение роста и длинных конечностей. Синдром большого пальца. Мы сейчас это увидим на следующем слайде. Основная конституция. Кудощалость, худоба, повышенная лобкость костей. Ну, встречается тогда, когда человек ломается. А если он не ломается, если он ведет себя аккуратно, то мы этот признак и не замечаем. Нарушение роста зубов, искривление зубов, отношение размаха рук к росту более чем единицы. Кожа. Растяжимость кожи. Бархатистая, пушковая кожа. Тонкая кожа. Но при этом трофические экономические рубцы очень часто бывают при повреждении. Множественные родинки. Ну, и возникают подкожные псевдоопухоли. Суставы. Гипермобильность. Нам не мешает нам жить, да? А зачастую даже помогает. А косолапость, антрология, плоскостопие, вот это уже проблема. Здесь уже возникают нарушения походки, да? Здесь уже возникают проблемы, которые возникают потом уже касаются патологии суставов голеностопных. И вывихи, привычные вывихи, псевдовывихи суставов. Зубы. Кариес, нарушение прикусия, роста зубов. Опять-таки, кто занимается этой проблемой? Стоматологи. А проблема диетологическая. Сколько не лечи кариес. Если есть диспозия, кариес будет появляться снова, снова и снова. Пока зубы окончательно не разрушатся. То есть, что надо делать? Укреплять зубы изнутри. Не с помощью пломб, не с помощью стоматологических манипуляций, а с помощью питания. Улучшая образование коллагеновых белков, составляющих значительную долю 30% костной ткани. И употреблять достаточное количество минеральных составляющих. Не только кальций, но и магний, но и цинк, и селен, и бор, и налиден, и кремний, и так далее. Глаза. Неопия. Глизорукость. Астигматизм. Опять-таки, этим занимаются кто у нас? Занимаются офтальмологи, а заниматься должны диетологи. Уши. Очень часто сроченные, уплощенные мочкой уха. Ну или напротив, на полукость большие торчащие уши. Лицевые аномалии. Узкое лицо. Ну, узкое лицо, как правило, характерно для такого интеллигентного вида человека. Да, красивый, так сказать, узколистый, европейный тип лица. Да? Ну, это признак дисплазии. Узкий скурный, тонкий нос. Опять-таки, характерная черта для человека красивого внешнего. Да, и мужчины, и женщины. Ну, и вообще, эти монголоидные глаза, особенно у женщины, вызывают восхищение. Но они должны настораживать, по большому счету. Итак, вот давайте мы посмотрим, как все это выглядит. Итак, человек сгибается в три погибели. Вот синдром большого пальца, когда вы можете его достать этим пальцем до руки. А, наконец, кожа. Посмотрите, насколько тонкая и эластичная кожа. Признак дисплазии. Синдром большого пальца. Когда вы можете сделать вот так вот, вывернуть палец, зажать его четырьмя другими пальцами, а синдром большого пальца. И так, это все не так страшно, как может показаться. С этим можно жить. А вот с тем, что показано на примере синдрома Эйлерса-Дононса, то сосудистый тип. Это варикозные узлы, варикозное расширение вен, сосудистые аномалии в головном мозге, которые могут привести к инсульту. А варикоз, это вообще достаточно серьезная проблема, дошает серьезную патологию, особенно когда образуются вот эти множественные геморридальные узлы, которые можно вылечить лишь в том случае, если мы их просто-напросто хирургическим путем удаляем. А предотвратить это можно, потому что развиваются они не с рождения, они формируются на протяжении всей жизни. А причина – дефицит меди, дефицит витамина С в питании. Итак, клинические признаки дисплазии, которые более серьезные. Это неврология, это желудочный шишечный тракт, это зелье сосудистой системы, это мышечная аномалия. Итак, я слежу за нашим чатом. Вопросы, подскажите, влияются ли растяжки на животе, груди и бедрах и беременной результат слабости ткани, синдром велости кожи. Ну, растяжки, они неизбежны, потому что уходит живот, да, после рождения ребенка. Но если женщина сохраняет эти растяжки, длительное время сохраняется, это опять-таки слабость связочного аппарата. То есть кожа должна очень быстро стягиваться. Если процесс стягивания кожи замедляется, один из вариантов развития дисплазии. Неврология. Тревожность у детей, неврастения. Опять-таки, проблема чисто неврологическая, казалось бы, да, но проблема связана с сосудистыми нарушениями. Тошнота в транспорте укачивает, да, укачивает морская болезнь. Опять-таки, есть лекарства, есть неврологические принципы лечения, да, но проблема, опять-таки, касается сосудов. Медленный переход от сна к бодрству. Не тяжело вставать, хотя человек выспался, в общем, проспал достаточно небольшое время. Еще один признак дисплазии. Это не признак хронической усталости, а признак дисплазии снаютной ткани. Вегетососудистая дистония. Ну, когда мы говорим вегетососудистой дистонии, а это проблемой страдают многие люди, да, потому что они реагируют на погоду, а погода у нас постоянно меняется. Вот сейчас, например. То, как правило, делается ударение на вегетососудистую дистонию. А я бы сделал ударение на вегетососудистую дистонию. То есть, подчеркну, нарушение сосудистого тонуса. И сосудистый тонус определяется как раз слабостью в средней ткани. А брюшная грыжа после прерванной беременности. Вообще грыжа, мы говорим, вот мышечная аномалия грыжи, пролапса органов, операционная грыжа – это типичные классические признаки дисплазии. Здесь слабость связочного аппарата, дефицит коллагеновых белков, отсюда и наличие грыжи. Если есть грыжи, грыжи, конечно, надо удалять. С грыжами жить категорически я не советую, потому что можно получить завод кишок. Запросто, да, с развитием очень тяжелых последствий. Удаляется хирургическим путем, но, опять-таки, чтобы не было рецидива, чтобы не было грыжи, надо что? Укрепить коллаген. Как это сделать? Мы сейчас скажем чуть позже. Без операции я не советую пускать это дело на самотеку, потому что грыжи надо удалять оперативным путем, не жить с грыжей. Жить с грыжей, в принципе, можно. Бандажи, некоторые люди даже умудряются постоянно отправлять грыжу самостоятельно, но может кончиться очень тяжелыми последствиями. Острое нарушение кровотока, завод кишок, гибели участка кишки, перитонетом, ну, вот до смертельного исхода. С этим шутить не стоит. Операция, а дальше уже мы применяем, чтобы не было рецидива, то есть боремся с дисплазией. Итак, сердце, сердце сосудистой системы. Тахикардия, ритмия, опять-таки, казалось бы, чисто кардиологическая проблема. Нарушение ритма работы сердца, на самом деле, результат дефицита состояния, нарушения стенитной ткани. Расширение грудной и брюшной аорты, варикоз, вен, варикозное расширение вен, начиная с елоческого возраста, ну, плюс еще варикоцели у мальчиков. Образовение гематом при легких травмах, то есть слабость стенки кровеносных капилляров. Любая травма, кровоизлияние, нарушение целостности сосудов, отсюда появление гематом. Пролапс, кальцины с метрального других клапанов сердца, анембризма, перегородок сердца. Типичные классические признаки дисплазии возникают, и в раннем возрасте, и в маленьких детей, и в рожденные, и приобретенные. Но с рожденными мы бороться не можем, то есть мы должны принимать меры после того, как кардиологи провели операцию у маленького ребенка. А вот не допустить развития пролапсов, кальцины с метрального клапана, это уже наша задача по нашей жизни. То есть это коррекция здоровья с метральной тканью. Кальцинос метрального кольца, мышечный амалин, грыжи и пролапсы органов, операционные грыжи, это 100% дисплазия. Мышечная гипотомия, мышечная гипотрофия, не только потому, что страдает мышечная ткань, а страдает связочный аппарат мышечной тканью. Отсюда слабость мышечек, потому что когда слабые связки, мышцы сильно менее класс никогда не будут. Желудочный кишечный тракт, ну, опущение органов, большие органы крупных желудок, крупная толстая кишка, долиха сигма, расширение сигаболирной кишки, дивертикулезная болезнь, хронические запоры, обратите внимание, то есть одна из основных причин запоров, а причин запоров очень много, это дистазии с метрами тканью. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, значит, пролапс кардиального клапана в желудке, если такие диагнозы стоят, ну, практически они не лечатся, то есть грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, так же, как грыжи на животе, лечат хирургическим путем, то есть надо проводить полосную операцию. Ну, не допустите образование грыжи или пролапсов, это наша задача, задача нутрициологическая, с помощью коррекции дефицитных состояний. Вялый желудок, замедленная эвакуация желудка, а уменьшение толщиной слизистой бочки желудка, атрофический гастрит, гастропатия, значит, гиппомоторная форма дискинезии, обратите внимание, то есть вялый желчный пузырь, вялый желчный пузырь, застой желчи, риск развития желчекаменной болезни. Можно с этим бороться? Можно. Двумя путями, стимуляция моторики желчного пузыря, то есть борьба с дисплазией, и первый способ, и второй способ, назначение факторов, которые замедляют выпадение в осадок желчных кислот. Это, например, тот же самый наш лецитин. Итак, как мы видим, по тем распространенным симптомам и внешним, и внутренним, и фенотипам дисплазии. Дисплазия – заболевание чрезвычайно распространено, то есть это глобальная клиническая проблема, и на нее стоит обратить внимание. Итак, метаболические причины дисплазии, я здесь не буду останавливаться, мы уже отчасти об этом говорили, но опять-таки, что я хочу подчеркнуть, да, это генетические дефекты, да, они приводят к снижению образования коллагена, гиоластинных белков, но синдром НСДАНО, гипермабильных суставов, да, дефицит медиа, здесь уже выделяют признаки, которые говорят о дефицитном состоянии. Еще один вариант – нарушение роста, ломкость капилляров, недостаточность фермента, лизин, гидроксилаза, да, фермент, который, значит, преобразует аминокислоту, лизин в составе коллагена и белков. Немножение количества гидроксилазина. Опять-таки, по причине дефицита меди в питании, дефицит меди в питании, очень коварная ситуация. Внешне мы не видим этого дефицита. А вот на примере, на косвенно, по косвенным признакам можем этот дефицит засечь. Хотя, в принципе, нужно определять содержание меди в сырнике, можно определять содержание ферментов, зависимых от меди, можно определять содержание меди, не переносащих белков. Это цервеноплазмин. Он тоже будет снижен в этом случае. Вот. Наконец, еще одна гиперподвижность, разболтность суставов, синдром Эллиаса-Дамло. Дефицит железа и дефицит витамина С. Помимо дефицита меди. Наконец, болезненки, вьющиеся волосы, кудрявые волосы, да, у женщин это замечательная черта. Многие струлятся искусственным образом создать себе вьющиеся кудрявые волосы. Дефицит меди. Это типичный признак глубокой дефицита меди. А это приводит, опять-таки, к дефициту образования гидроксилизина за счет снижения активности фермента лизинооксидаза. Но помимо дефицита меди, дефицит витамина группа В, витамина В6 и витамина неоцина. То есть, опять-таки, нужны витамины группа В. Ну, и, наконец, синдром Орфана, да, о котором мы говорили. Дефицит меди. ЦНГ или просто ломкость капилляров, плохое заживление ран. Это не только ЦНГ. ЦНГ – это крайняя ситуация, да, клиническая. Но помимо ЦНГ, когда у вас нет ЦНГ, а у вас есть ломкость капилляров и плохо заживают вены, вам не хватает витамина С, не хватает аминокислоты, пролина. Пролина. А это желатиновые, коллагеновые белки питания. Значение ультуре – это дисплазия. Вот теперь переходим к факторам, которые важны для оздоровительной ткани. Витамины. Какие витамины играют здесь в первую скрипку? Витамин С. Витамин Е. Витамин Е, опять-таки, улучшает эластичность артерий на 37-44%. При этом рекомендуемая доза витамина Е составляет 400 мг. Не 100 мг, а 400 мг, то есть 4 капсулы в день. Эластичность артерии. Улучшается эластичность артерии, когда? При сосудистых нарушениях. Вот почему витамин Е вообще рекомендуется как сосудистый витамин. Витамин, который улучшает структуру сосудов. В самых разнообразных заболеваниях. Начиная от варикозного расширения вены, заканчивая облитерирующим Д3, там у курильщиков, заболевания у курильщиков. Курильщики должны об этом заболевании знать. Наконец, витамин Б6, семиоцин. Регулирует активность резина, оксидаза. Это вздамы коллагеновых белков. Витамин групповой. Витамин Д. Витамин Д регулирует более 400 генов, которые участвуют в образовании структура ткани. 400 генов. Регулирует витамин Д. Поэтому витамин Д палочка-выручалочка при всех вариантах развития дисплазии. Регулирует фактор роста фибробластов. А мы знаем, что фибробласты это клетки, которые вырабатывают коллагеновые белки. То есть, он улучшает образование всех видов коллагеновых белков. Магний. Значение магния здесь многообразное. Это и стимулирование образования коллагена, и активность ферментов, которые разрушают коллаген, подавляется активность ферментов. Здесь важную роль играют еще и фуловая кислота. Кстати, и образование гликозаминогликанов тоже зависит от магния. При дефиците магния усиливается деградация гликозаминогликанов, возникает проблема с суставами. То есть, проблема суставов не только изнашивания суставов, но и банальный дефицит магния питания. Кстати сказать, увеличивать толщину стенки аорты. Это проблема параллапсов аорты. То есть, расширение аорты, расширение вен. Значение биоэлементов при дисплазии и как часто встречается дефицит при дисплазии. Не поленились, посчитали и оказалось, что при дисплазии в этой ткани 100% случаев дефицит кремния. 96% дефицит сирена, 84% дефицит калия, 64% дефицит кальция, 59% дефицит меди, 54% дефицит марганца, 48% почти 50% дефицит магния, ну и дефицит цинка. Стало быть, кремний, сирен, калий, кальций, медь, марганец, магний, цинк необходимо принимать одновременно при диагнозе диспозиции в этой ткани. Все эти биоэлементы есть в нашей продукции. Медь, марганец, цинк, сирен, суперкомплекс, кремний есть в составе наших фитопрепаратов, калий, надо искать, у нас, к сожалению, калий нет, кальций, кальций стоит сказать отдельно, потому что если мы употребляем препараты кальция, ну типа кальций, дефицит, лекомет, да, вот это витамин Д и кальций, как фактор поддержки цветной ткани толку будет очень мало. Более того, мы можем сдвинуть равновесие в обратную сторону, можно нанести вред нашему организму. И вот почему. Потому что здесь важен не просто кальций, а соотношение между кальцием и магнием. Ну, по старым учебникам, по старым рекомендациям соотношение кальций и магния должно быть 2, 1, 2 к 0,5 в пользу кальция, то есть кальций в 4 раза больше, чем магний. По современным данным, я бы вам об этом хотел сказать, еще раз, соотношение кальций и магния должно быть примерно 1 к 1. То есть, если мы назначаем препараты кальция, мы должны обязательно принимать препараты магния. И кальций, магний и хилат, если мы назначаем кальций и магний и хилат, то не грех дополнить кальций и магний и хилат дополнительным значением еще и магний и хилата, чтобы выровнять соотношение между кальцием и магнием. Вот идеальный вариант помощи слимитной ткани. То есть, содержание кальция и магния в питании должно быть примерно 1 к 1. Поэтому, мы всегда рекомендуем в наших программах поддержки костной ткани, наряду с кальцием и магний и хилатом, присутствует еще и магний и хилат, как фактор, который усиливает действие по регенерации костной ткани. Итак, следующий вопрос. Принципы диета-терапии. Ну, у нас время уже подходит к концу, а рассказать нужно о многом и о главном. Принципы диета-терапии, я не буду на них останавливаться, кому интересно, еще раз скачайте нашу презентацию и прочитайте. Что я могу сказать? Что эти принципы, они зачастую неплохие, потому что делается акцент на белок, делается акцент на крепкие бульоны, заливные блюда, которые содержат коллагеновые белки, на витамин, на антиоксиданты, на биоэлементы, такие как медь, цинк, селен, марганец, фтор, ванадий, кремный бур, про которые мы говорили, включая кальций и магний. Принципы фосфора здесь нам абсолютно не нужен, его в питании более чем достаточно. Что я здесь хочу сказать? Хочу подчеркнуть ошибки и достижения медицины. Но то, что нужно стимулировать образование коллагена, совершенно верно, это правильно. Необходимо назначать глиокозамин гликан, хондропротектор, глиокозамин глиокозамин. Необходимо назначать продукты богатой кальцием, витамином Д, магнием. Проводить коррекцию биоэнергетики, то есть назначать карнитин, назначать другие вещества, которые способствуют выводки энергии, конзинку-10, витамины группа В, генторную кислоту и так далее. Но антиоксиданты, еще и даже анаболические стероиды рекомендуются, назначают при дисплазиции одной ткани. Все это замечательно. Но, опять-таки, ахиллесами пятой всех рекомендаций, и вот в частности рекомендации, которые дают один из наших ведущих специалистов в области дисплази, это то, что рекомендуется проводить метаболическую терапию курсами один-два раза в год, в зависимости от состояния больного продолжительности, до четырех месяцев. Один раз в год четыре месяца, это восемь месяцев, а году у нас двенадцать месяцев. Поэтому, по большому счету, при дисплазии стероидной ткани, если дисплазия существует, если она имеет тяжелые проявления, метаболическая поддержка должна быть ежедневная питательная метаболическая поддержка, а не курсами с определенными перерывами. То же самое касается питания. То есть, мы кушать должны все-таки ежедневно, принимая пищу несколько раздельно. Не так, что съели суточный или недельный объем пищи в течение одного раза, и дальше можно пищу не принимать. Толго от этого не будет. Итак, на что делают акцент врачи? Врачи делают акцент на, как они считают, медикаментозные, поставим в кавычках, почему? Потому что медикаментов для лечения дисплазии ткани не существует, хотя есть БАДы зарегистрированы как лекарственные препараты. В этом случае медикаментозная терапия не отместа. Но в основном речь идет о метаболической терапии, потому что метаболической терапии это биологически активные добавки, это пищевые ингредиенты. Вот как раз они подходят под понятие метаболической терапии дисплазии с объемоментозной ткани. Должны носить заместительный характер. В переводе на русский язык заместительный характер это преодоление дефицитных состояний. Стимуляция образования коллагена витамин С. Витамин С 525 мг ежедневно. Обратите внимание на дозировку. Полграмма витамины группы В, антиоксиданты, кальций, магний, магний 300-400 мг. Это рекомендация врачей. Медь, цинк. Коррекция синтеза катаболизма гликоза манагариканов. Хондропротектор. Стабилизация минерального обмена. Витамин D активные формы витамина D препарата кальция. Этого недостаточно, потому что для стабилизации минерального обмена у нас есть более широкая программа, которая называется здорово костной кальцией. Обратите внимание. Там не только витамин D и кальций. Там еще где-то около 10 других различных ингредиентов, которые идут одновременно вместе с витамин D и кальцием. Иначе тонку будет мала. Наконец, коррекция уровня собольных аминокислот в крови. А это как раз поддержка образования коллагеновых белков. То есть те аминокислоты нужны, которые выстраивают именно коллагеновые белки, не мышечные белки, именно коллагеновые белки. Итак, венотонические лимфодренажные препараты. Обратите внимание. Это препараты, ну, есть лекарственные препараты, гиасмин, а что это такое? Это биофлованоид и спиридин. Плюс фидопрепараты корень шиповника, манжетка, кровохлебка. У нас есть замечательный препарат лимфатик дренаж, который как раз закрывает эту проблему. Поддержка микроэкологии кишечника. Да? Это проблему перебиотики. Бифидусин, флорофос. Но еще раз подчеркну, ежедневно назначаем эти продукты. Ну, и в качестве примера, вот такая схема, предложенная в начале 2007 году, где есть магний, глютаминовая кислота, витамин С, сульфат меди, хондроитин, кальций, цинк, метионин. Но, опять-таки, принимается все курсами. Сначала идет одно, потом идет другое, потом идет третье, но это все эти ингредиенты надо принимать в принципе одновременно. Хотя их много, но все они нужны одновременно. Ну, у детей иногда рекомендуют либо одни хондропротекторы, что, в общем-то, правильно, но этого недостаточно. Пролин и лизин, две аминокислоты для выстраивания коллагенов белков. А где глицин, а где другие аминокислоты, где лизин, который тоже важен для образования коллагенов белков. Ну, и рекомендация подбирать индивидуальные витаминно-минеральные комплексы со сменой препаратов общей продолжительности курса витаминно-минеральные комплексы в 2-4 месяца. Наша рекомендация витаминно-минеральные комплексы ежедневно. Не надо менять препараты. У нас замечательный препарат суперкомплекс, который можно принимать в течение всей жизни. Не надо его менять, потому что в принципе все витаминно-минеральные комплексы в чем-то похожи друг на друга. Мало чего отличаются. Выбрали хороший препарат, в частности суперкомплекс, от хорошего, от добра добро не ищут. Итак, физическое нагрузство гемодинамика. Ну, поскольку дисплазия затрагивает мышечную ткань, связочный аппарат, поэтому при дисплазия все-таки рекомендует дозированные физические нагрузки, акцент на аэродные бесконтактные физические нагрузки, это бег, плавание, ходьба и нежелательные групповые игры, силовые, длительные, статические нагрузки. То есть, то, чем увлекаются наши мужчины в фитнес-залах. Это подъем вытяжения, чрезмерные силовые нагрузки, подъем тяжестей. Ну и, конечно, коррекция гемодинамики. Коррекция гемодинамики, потому что улучшение кровотока это улучшение питания всех органов систем, прежде всего среди тканей. Здесь нам помогает витамина Е, здесь нам может помочь гемка гутокола. Нормализует вегетативный тонус комплекс валерьяны, это восьмерка БИОН, это БПС. Ну и значение массажа, причем не силового массажа, а именно легкого массажа, особенно касается нижних конечностей. То есть легкое поглаживание снизу вверх позволяет бороться, эффективно бороться с застоями, улучшать глифодренаж, улучшать кровоток, бороться с варикозом расширения вен, поскольку способствует продвижению глифа и крови снизу вверх. Делать это нужно не только в конце рабочего дня, когда устали ноги, да, пришли, отекшие, уставшие ноги, мы просим кого-то сделать на массаж. А массаж надо делать сищенение, потому что проблема питания, проблема поведения жидкости, поднятия жидкости с нижних конечностей, допустим, до грудной клетки, здесь у нас как раз наша лимфатическая система выводится в кровеносную систему. Надо делать на протяжении всего дня, меняя позу, совершая физическую работу, должны работать все группы мышц, потому что эффективно лимфо-доренаж это прежде всего работа мышечной ткани, они заставляют лимфу продвигаться, потому что лимфа не имеет своего насоса, в отличие от кровеносной системы. У кровеносной системы насос сердца у лимфы самого сердца нет, мы должны ему помогать. Сердцем, продвигающим лимфу, является работа мышечной ткани, то есть работа мышечной ткани на протяжении всего дня, а не только в конце, когда мы дрываемся до фитнес-залов. Наша рекомендация бедисплазии. Итак, стимуляция регенерации, цинк, витамин А, витамин С, ускорение образования гликозоминогликанов, гликозомин, корролитин, МСМ, ускорение образования коллагена, можно начинать употреблять продукты, богатые коллагеном, мы с ними продукты, сейчас популярна гидролизат коллагена, гидролизат коллагена компания НСПИ выпускает, возможно, этот продукт у нас появится когда-то. Наконец, мы можем стимулировать образование коллагена, употребляя определенную группу аминокислот, лизин, пролин, глицин, амин. Наконец, стимуляция биосинтеза коллагена витамин С, для этого необходимы высокие дозы витамин С, мы говорили 500 мг витамин С, то есть полтаблетки витамин С нашего производства. Наконец, нить, это суперкомплекс, и сшивание коллагена, серы, кремнии, магния, селен, это суперкомплекс. Стимуляция образования костной ткани, это остеоплюс, кальций, магний, хилат, магний, хилат, остеопротекторы, необходимы антиоксиданты, витамин С, амин Е, каротиноиды, полифеноны, у нас их много. Активация кровотока, мифотока, не ватик, донаж. И, наконец, стабилизация кислотно-черкшного еще один фактор, который улучшает работу средней ткани, потому что закисление внутренней среды как раз парализует образование средней ткани, то есть мы должны стремиться защелачивать внутреннюю среду. А здесь нам помогают коралловые кальции, кстати, магний, хилат, потому что магний и кальций факторы, которые защелачивают внутреннюю среду. Ну, и еще один фактор, это пробиотики. Почему? Потому что предиспозитив внутренней ткани отмечено уменьшение содержания лактобифидобактерий внутри нашего организма. Поэтому бифидосин хлорофорс. Ну, и детоксикация это хлорофильные окна. Итак, мы сейчас подходим к нашей программе. Программа здоровья с внутренней тканью. Какие продукты, на какие продукты мы сделали акцент? Суперкомплекс, источник синка, меди, витамин С, да, образования коллагена, магний, хилат, про который мы говорили, важнейшая роль магния для здоровья и внутренней ткани. Коралловый кальций, источник кальция и магния. Остерплюс. Остерплюс содержит кальций, витамин D и содержит 3,6 мг крема. То есть, источником крема для нас что является Остерплюс. Данная программа включает минимальный набор ингредиентов, да, которые можно употреблять и в качестве профилактики, и в качестве лечебного фактора, но в этом случае дозировку все-таки стоит увеличить раза в два. Но, поскольку это минимальный набор, мы знаем, что нам нужны другие ингредиенты, нам нужны антиоксиданты, нам нужны бифидобактерии, нам нужны энерготропные вещества, нам нужны лимфотропные вещества. То есть, эту программу всегда можно дополнить и усилить за счет антиоксидантов, таких как витамин Е, перфектайз, защитные формулы, бифидобсус, лорофос, лимфатик, дренаж, л-карнитин, реполевая кислота и витамин группы В, к энзиму-10. И последний наш слайд, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю презентацию, алгоритм применения программы. Опять-таки, вот эти пять продуктов мы можем употреблять дозы небольших в качестве профилактического средства, ну и в качестве средства поддержки. В этом случае, естественно, продолжительность приема в качестве профилактики она будет составлять у вас для этого набора, для этой программы где-то порядка 100-150 дней. Если мы усиливаем углевлечения при приеме в два раза, то набора у нас хватает на 50-60 дней, то есть две недели достаточно продолжительное время. Ну и время приема во время еды. Итак, при тяжелом течении профилактика, предполагает регулярное ежедневное использование в небольших дозировках, да, если у нас имеется тяжелое клиническое применение дисплазии, имеется остеопороз, остеопиене, остеохондроз, имеются другие нарушения, то, естественно, дозировку надо удвоить. И в случае более тяжелых ситуаций, когда уже имеются клинические нарушения, мы можем дополнительно принимать и программу для здоровья костей, и программу для здоровья суставов, и наша программа для здоровья сердца, все эти факторы, как раз они укладываются в стратегию коррекции здоровья средней ткани. Ну, на этом наша сегодняшняя сложная, хочу вам сказать, даже для меня презентация у нас заканчивается, я раз благодаря за внимание. Еще раз хочу сказать, что дисплазия не приговор. С дисплазией можно и нужно бороться. И опять-таки проблема касается именно дефицитных состояний и питательной, нутритивной поддержки здоровья человека. Поэтому, если у нас вырисовывается проблема дисплазии, начинайте ее решать с первого же дня, начиная с детских лет, потому что многие тяжелые нарушения, которые складываются уже в необратимые состояния, ну, допустим, пролапсы, значит, устопорозы тяжелые, поражение суставов, поражение сердца, поражение желудочного тракта, их можно избежать, если мы начинаем профилактику сломанных ногтей, как говорится. Вот, поэтому еще раз скачайте эту презентацию, перечитайте еще раз, распечатайте ее для себя и пользуйтесь как средство и вашего здоровья, здоровья ваших близких и ваших партнеров, с которыми вы работаете, и обращайте внимание на эту проблему. Проблема, еще раз хочу подчеркнуть, достаточно серьезная, глобальная, распространенная, но мы теперь уже знаем, как с ней бороться, мы уже можем вам эффективно в этом помочь. еще раз благодарю вас за внимание, эта презентация будет размещена на сайте компании, с этого сайта я так думаю мы можем скачать. Если интересно, обращайтесь ко мне, я вам могу прислать эту презентацию по электронной почте. Еще раз благодарю вас за внимание, если вопросов нет, я с вами прощаюсь. Сегодняшняя презентация заняла практически полтора часа, но надеюсь она вам была интересна. Еще раз благодарю вас за внимание, до новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok